Сегодня компания Apple представила свои новые гаджеты, новые MacBook Pro и новый Mac Mini. В ближайшие несколько минут обсудим, что же за новинки, расскажу вам все самое интересное. Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж, поехали! Между прочим, если вы подписаны на мой телеграм-канал или смотрите шорты здесь на ютубе, то вы знали об этом еще вчера, потому что еще вчера просочилась информация, что сегодня будет анонс, сегодня нам покажут новые устройства. Оставался вопрос лишь в том, что именно нам покажут. На MacBook'ах сходили все, а вот дальше были разные варианты. В итоге два новых MacBook'а, MacBook Pro 14 дюймов, MacBook Pro 16 дюймов на M.2 Pro, M.2 Max, соответственно, на ваш выбор, и новый Mac Mini, который теперь оснащается процессорами M.2 либо M.2 Pro. Остался он в старом дизайне, но обо всем по порядку, давайте начнем с процессоров. Если такой ролик понравится, то с вас традиционно лайк, мне это будет приятно, и там не подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите, и вам пришло это уведомление, ну и поможете каналу в развитии. Давайте начнем с новых процессоров, потому что именно ими оснащаются новые компьютеры. M.2 Pro, M.2 Max. M.2 Pro, он стал мощнее от 20 до 40% по заверениям Apple, чем M.1 Pro, и если мы его сравним с обычным M.2, то там ровно в два раза больше транзисторов, чем в обычном M.2. То есть достаточно относительно обычного M.2 сильный прирост. У него есть две модификации, первая это 10 ядер процессора и 16 ядер графики, и вторая это 12 ядер процессора и 19 ядер графики, соответственно она будет подороже. Оперативная память, она же объединенная память, можно поставить на него до 32 гигабайт, соответственно база у нас 16 гигабайт, как была, так и осталась. Ну и по графике Apple заявляет, что прирост у нас в районе 30%, дальше M.2 Max. Здесь уже по ядрам все интереснее, потому что базовая версия у нас будет 12 ядер процессора и 30 ядер графики, а протвинутая версия 12 ядер процессора и аж 38 ядер графики, и это прям очень много. Оперативной памяти можно поставить туда до 96 гигабайт, это прям какое-то нереальное значение. Прирост, соответственно, относительно M.1 Max, тоже порядка 20-40% по процессорной части и в районе 30% по части графической. Из интересного, у нас теперь обновленный нейродвижок, который вот каждый раз обновляют, и он на 40% быстрее, чем в M.1 Pro и M.1 Max. И вот, кстати, даже несмотря на то, что новые маки вышли, то мой прошлый ролик, где я рассказал, какой мак выбрать в 2023 году, все еще актуален, если не видели, вот там по подсказочке посмотрите. Я там рассказываю, как выбрать, какой выбрать, почему тот хорошо, почему этот плохо, и даю дельные советы о том, как подобрать для себя идеальную модель. То, что вышли версии на M.2 Pro и M.2 Max, и они заменили, по сути, вот эти. Ничего не меняет в той схеме, она как была рабочая, так и остается, так что рекомендую к просмотру. Переходим с вами к железкам. Давайте начнем с MacBook Pro. 14-16 дюймов, внешне осталось все то же самое, как вот, собственно, и в M.1 Pro, и в M.1 Max поколении. Здесь все паритет. Обновилось только железо, и, естественно, вы можете поставить M.2 Pro, M.2 Max. По ценам особо ничего не изменилось в тех комплектациях, которые соответствуют прошлому. Понятно, если вы захотите накинуть уже 96 гигабайт оперативной памяти, то это выйдет у вас дороже. Между прочим, самый дорогой вариант, если вы накинете прям все, что там есть, то есть максимальные ядра, максимальный процессор, максимальный объем памяти, который составляет 8 терабайт, у вас выйдет 6500 долларов за новый MacBook Pro 16 дюймов. Вот такой вот достаточно негуманный прайс, но профессионалы знают, для чего это нужно, и поэтому готовы тратить такие деньги. Из интересного, у MacBook теперь живут дольше, маленькая версия теперь живет до 18 часов, а большая до 22 часов, по заверению Apple. Понятное дело, что в обычной работе он живет намного меньше, но автономность увеличили, и это хорошо. Обновили всякие протоколы железяк, типа Wi-Fi 6E завезли, Bluetooth новый 5.3, HDMI теперь у нас в версии 2.1, а не 2.0, как на прошлой версии, и это хорошо, конечно, но глобально ничего прям сверх такого важного нового нет, но, естественно, такие мелкие обновления существуют. Или вот, например, MagSafe теперь на манеру MacBook Air тоже у нас красится в цвет MacBook, то есть, если у вас серебристый, у вас будет серебристый MagSafe, если у вас Space Gray, то у вас будет Space Gray MagSafe, ну, окей, как бы, ладно, пусть будет. Продажи вся этой радость появятся уже на следующей неделе, а именно 24 января. Помимо MacBook Pro, Apple обновила и свой другой компьютер, Mac Mini, и он раньше считался как бы самым доступным Macом, так теперь он стал еще доступнее, но самое главное, что дизайн они вообще никак не поменяли, как он выходил уже больше 10 лет назад в таком дизайне, так и выходит. Дизайн действительно неплохой, и у меня лично был Mac Mini 2011 года выпуска, и я вам могу сказать, что вот новый выглядит абсолютно так же, но, может, оно и к лучшему, потому что дизайн уже реально проверенный временем, ни у кого никаких претензий к нему нет, классный компьютер. Оснастить его можно двумя вариантами, естественно, M.2 процессор и M.2 Pro, и это на самом деле интересно, потому что раньше такой мощный чип в Mac Mini никогда не ставили. Самое интересное, что, как я уже сказал, это самый доступный Mac, он раньше таким был, а сейчас он стал еще доступнее. Если мне не изменяет память, он стоил 799 долларов, теперь цена начинается от 599, то есть 200 долларов на него скинули. А если вы хотите версию на M.2 Pro, то она начинается от 1300 долларов, что все равно намного дешевле самого базового MacBook Pro 14, который начинается там практически от 2000. Ну и, соответственно, по железу все с MacBook'ами идентично, максимум, что вы из него можете выжать, это 32 гигабайта оперативной памяти, M.2 Pro процессор, вы можете, между прочим, доосносить его 10-ти гигабитным Ethernet портом, это тоже можно сделать, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6е, все дела. Единственное, у версии на M.2 2 Thunderbolt 4, а у версии на M.2 Pro 4 Thunderbolt 4, это вы должны понимать. Ну, вообще, как бы, базовая версия за 600 баксов звучит достаточно интересно. Понятное дело, что многие скажут, что MacBook будет взять интереснее, потому что к нему не нужно докупать, там, периферию, клавиатуру, мышку, трекпад, или, там, монитор, колонки, ну, колонки и так, как бы, есть в Mac'е, окей. Но все равно MacBook такое более целостное устройство. Но MacBook, получается, у нас уже сильно дороже, самый ближайший это MacBook Air на M.1, и сколько он там, 900 долларов стоит, 1000 долларов. Поэтому все равно это устройство значительно стоит дешевле. И его Pro-версия тоже интересна, потому что, например, у MacBook Air нет Pro-версии, а здесь и с охлаждением получше, естественно, все будет, и работать он будет стабильнее, и все еще маленький небольшой неттоп. Кстати, между прочим, версию на Intel убрали, и последний компьютер, который остается на Intel, это Mac Pro, здоровая вот эта терка, но ее в этом году тоже, скорее всего, относительно скоро обновят. Поэтому Mac Mini получился, как мне кажется, очень и очень достойным. Между прочим, если вы не знаете, где это приобрести, потому что очевидно, что там в Россию, например, это поставляться не будет, то, конечно же, можете сделать это у моих друзей из магазина TechnoDeus. Залетайте к ним по ссылочке внизу в описании. Во-первых, у них неплохие цены на все гаджеты, все устройства, можете сами зайти посмотреть. А во-вторых, когда Mac'и заедут в Россию, вы сможете приобрести. И более того, скажу, если вам интересна какая-то конкретная специфическая модель, можете, ребята, написать, позвонить. Я думаю, что-нибудь придумают и тоже помогут вам это все организовать. Не забывайте, что по Mac'у Демин можно получить какую-нибудь скидочку или подарок, но оформляется это уже, когда с менеджером разговариваете. Так отображается, что типа скидка 1 рубль. Знаю, неудобно, но ребята исправят, в будущем сделают новый сайт, где это будет все хорошо отображаться. Между прочим, из того, что это все появится в продаже на следующей неделе, мы можем сделать один очень простой выход. Mac OS, новая релизная версия, выйдет на следующей неделе. А значит и iOS, а значит, что iOS 16.3, новая Mac OS, все это будет доступно уже на следующей неделе. Релиз на этой неделе, можно ждать RC-версии. Может быть, когда вы этот ролик смотрите, они уже вышли. Если это так, то на канале будет ролик. Собственно, как я и говорил ранее, если вам этот ролик понравился или был чем-то полезен, поставьте им большой палец вверх. Не, это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите. YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового видео. В комментах внизу пишите, как вам обновление новых Mac'ов, и что вообще думаете по этому поводу. Если вам интересно, мое мнение, мне в целом обновление нравится. Оно, с одной стороны, достаточно минорное, с другой стороны, как бы оно привносит все-таки улучшение производительности, какие-то новые микрофишки, и это окей. Но, с другой стороны, например, в случае с Mac Mini, окей, обновление напрашивалось. В случае с тем, что обновлять MacBook Pro 14-16 дюймов на новый процессор, я бы, наверное, на их месте сделал это осенью или в начале следующего года, потому что версии на M1 вышли не так уж и давно, и не так уж и плохая у них производительность. Ну окей, Apple виднее. И еще не забывайте про вот эти два видео, специально подобранные для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не виделись, то оконишь мить, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока.